Наш следующий докладчик Ольга Леонидовна Янушкевича, профессор математики Вильнюсского университета, профессор на кафедре социальной психологии в православном Свято-Тихоновском коммунитарном университете в Москве, преподает закон Божий в школе и методика преподавания тоже, мать двоих детей. И Ольга Леонидовна Янушкевича будет говорить про воспитание детей к свободе, педагогику любви, отца Василия Зиньковского и Бруна Беттельгейма. Спасибо. Досточимые отцы, братья и сестры. Я понимаю, как трудно после обеда отключиться от переваривания пищи и включиться в доклад, но я со мной постараюсь это сделать и вас к тому же призываю. Так вот, мой доклад посвящен теме свободы, и мы знаем, насколько важно это для человека ощущать, что он свободен. Во имя этого совершалось множество революций, и, в общем-то, слово «свобода» действительно является сладким для человека, то есть без свободы он как бы теряет свое человеческое достоинство, свою человеческую сущность. Но Зиньковский писал о том, что необходимо, чтобы дар свободы восполнялся благодатью свыше. А это, как пишут ученые, возможно только при условии послушания Богу. Фактически вот эта тема уже была поднята в докладе Аса Хрисанфа «Связь свободы, любви и послушания». У нас очень часто свобода понимается как нечто такое анархичное, то есть что хочу, то и делаю. Но настоящая свобода человеческой личности обретает только тогда, когда действительно она живет в послушании Богу. Зиньковский писал, что нарушение заповедей Божьей, данной людям для воспитания в них послушания, столь необходимого, чтобы дар свободы восполнялся всегда благодатью свыше, привело к изнанию Адама и Евы из рая. Теперь вот, Олег, большой просьб, скажите, когда будет 15 минут, я тогда закончу о Зиньковском и хоть немножко скажу про Бруна Бетельгейма. Так вот, фактически полнота свободы была утрачена человеком с изгнанием Адама и Евы из рая. И вот, чтобы лучше понять психологические механизмы связанности свободы с послушанием, рассмотрим, может быть, немножко странный в данном контексте пример, но рассмотрим пример предателя Иуды. По одной из гипотез Иуда предал Христа, чтобы спровоцировать его наявление себя в силе и славе. То есть Иуда создает провокативную ситуацию, в которой, как он и ждал, Христос вынужден будет иметь и видеть свою силу, и таким образом произойдет торжество Христа и его учеников. Есть такая гипотеза о, так сказать, поступке Иуды. И давайте попробуем проанализировать это с точки зрения психологии. Это получается не просто непослушание Богу, а это получается еще желание манипулировать воплощенным Богом. То есть он хочет заставить воплощенного Бога поступать так, как он считает нужным. И часто задают вопрос, мог ли Иуда покаяться? И ответ – нет, так как покаяние может быть только свободным, а Иуда лишился благодатной свободы через свое непослушание. И его конец закономерен, жизнь без благодати не может продолжаться. Зиньковский пишет также, что после грехопадения склонность к греху присуща даже малым детям, у которых еще не развито сознание, не раскрылась личность и ее волевая сила. А значит, что корень зла лежит не в самой личности, а в нашей природе, вошедшей в нашу природу греховности. То есть в следовании не тому, что от Бога, а тому, что рождается от противления его воли. То есть вот Зиньковский все-таки считает, что вот это зло в человеке доходит до самой его глубины. И вот Зиньковский пишет о необходимости борьбы с этим злом. Он пишет, что нужна постоянная борьба со склонностью к греху, чтобы человек овладел своей свободой и смог бы противиться соблазнам. Часто, это еще тоже слова Зиньковская, часто только лишь после больших падений и тяжких грехов люди приходят в себя и начинают борьбу с собой. В человеке действительно всегда идет борьба добрых и злых движений. И на эту невидимую брань указывает нам Господь, говоря, что только употребляющие усилия могут восхитить Царство Божие. И вот сегодня мы постараемся в то короткое время, что отведено, поговорить о том, как же все-таки, не насилуя детей, направить их на эту вот борьбу за собственную свободу, на борьбу с грехом. Заметим также, что Зиньковский очень строго проводит линию между своеволием и между настоящей свободой. Он пишет, что именно в нашем сердце, в глубине его существа мы находимся во власти стихийных движений. Очень часто мы не замечаем даже того, до какой степени владеют нами различные страсти. Мы отдаемся им, как выразился поэт, с веселым призраком свободы. Помните это стихотворение, конечно. Мы даже думаем, что свобода духа и заключается в том, чтобы отдаваться нашим лечениям. Конечно, это совершенно неверно и так далеко от свободы во Христе. Чтобы мы были свободны во Христе, надо всегда быть со Христом. Надо вести борьбу с самим собой. Без помощи свыше, вот это тоже очень важно, то, что Зиньковский пишет, что без помощи свыше эту борьбу вести очень трудно. А главное, сразу встает вопрос, для чего вести эту борьбу? Для чего противиться тому, что встает из глубины души? Только устремление к правде Христовой указывает нам, почему нельзя отдаваться всему тому, что естественно. Как вот уже я процитировала, это борьба со стихийной свободой во время свободы во Христе немыслимой, без помощи свыше. Кто хочет быть со Христом, с его правдой, тот должен искать у Христа же и помощи, прибегать к таинству святого причащения, освобождаться от всего темного через таинство исповеди. То есть одним из главных принципов воспитания детей к свободе является благодатная помощь церковных таинств. Вот без этого, по мнению Зиньковского, воспитать ребенка по-настоящему свободным в принципе невозможно. Он пишет, в воспитании мы ведем дитя, помогаем ему достичь такой силы личности, при которой оно достаточно овладевает тайной свободой в себе. Воспитание плодотворно лишь в той мере, в которой оно обращено к духовной жизни, пронизанной верой в силу божества, в человеке, светящую как образ Божий, способно зажечь детскую душу любовью к добру и правде. И вот протерей Василий связывает саму проблему воспитания с темой спасения. То есть воспитание вне темы спасения – это просто совершенно неправильная постановка педагогической проблемы. Он пишет, связать проблемы воспитания с темой спасения, значит, уяснить себе смысл воспитания. Он выводит основную цель воспитания как спасение души для вечной жизни через раскрытие образа Божия в личности ребенка. Воспитание представляется как духовное возрастание, как становление в духе, как выявление в человеке его подлинной, приближающей человека к Богу, духовной сущности. Путь воспитания – это путь подготовки к свободе во Христе. Свобода – это дар Христа. Однако обладеть этим даром христианской свободы очень трудно, ведь свобода – самое ценное и основное в нас. И, конечно, свобода, по мнению Зеленковского, нам не дана, а задана. В воспитании ставится вопрос об освобождении, то есть о восхождении к свободе. Нужно не подавлять свободу в детях, но и не представлять их полностью самим себе. Необходимо постепенное взращивание ребенка в свободе. Родители педагогики должны развивать сознание свободы, чувство ответственности и умение владеть своей свободой. Зеленковский писал, что вне развития свободы нет смысла воспитания, оно превращается вне свободы в дрессировку, в подавление личности и унижение ее. Как раз наши отцы, отец Павел и отец Крисан сегодня об этом именно говорили, что личность унижается, если на нее давить, если ее лишать свободы. Не приспособление ребенка к жизни, а развитие в нем сил добра и свободы должны составлять цель воспитания. Приспособление функциональное, социальное к жизни имеет чисто инструментальный характер. Добро, вот это вот очень важная мысль Зеленковского, добро в душе не рождается ни от физического здоровья, ни от хороших социальных навыков, ни даже от развития творческих сил. Оно светит в душе независимо от всего этого. То есть, понимаете, мы никогда не получим свободу, как следствие каких-то даже творческих навыков, как следствие физического здоровья, хороших социальных навыков. Понимаете, вот свобода – это тайна, во-первых, а во-вторых, вот внутренняя глубочайшая характеристика человеческой личности. Ну и естественно, что воспитание свободы начинается в семье. И главным следствием родительского воспитания в семье, конечно, является любовь. Именно она помогает целостному осуществлению воспитания детей в свободе и добре. Зеленковский пишет, подойдите к ребенку с любовью, отдайтесь непосредственному чувству, и вы переживете всю реальность и всю непознаваемую ценность индивидуальности. Поймете и то, что жизнь в душе есть тайна. Поймете мистический характер педагогического воздействия. Вот, кстати, представляете, как красиво сказано – мистический характер педагогического воздействия. То есть педагогику он фактически ставит на очень высокий педестал, он связывает цель педагогики с темой спасения, и саму педагогику воспринимает как нечто мистическое даже. Понимаете, вот за какое страшное дело мы, педагоги, беремся. В каждом из возрастных периодов семья оказывает важнейшее влияние на духовно-религиозную сферу развития ребенка. В раннем детстве важно приучать детей к свободе и ответственности, что бывает непросто. Нелегко воспитать детей в свободе и к свободе, пишет Зиньковский, нужно много терпения, разума, прозорливости, чтобы дать детской душе самой опознать свою неправду в каком-либо действии, чтобы отделить свободу от произвола и своей воли, но не приучая к свободе и ответственности, нельзя дать простора для укрепления духовной жизни. Зиньковский подчеркивает важность приучить ребенка к молитве, потому что молиться вместе с детьми – это фактически и встать на этот путь борьбы за свою свободу, за становление своей личности. Во втором детстве дети часто духовно отходят от семьи вследствие увлечения и новой школьной средой. Духовно-религиозная жизнь теряет глубину и начинается сводиться к привычкам. Чтобы не потерялась связь с семьей, Зиньковский предлагает постоянное общение с детьми и вовлечение их в активную работу для семьи. Ну тут вот об этом возрасте многое можно было говорить, но сейчас мы это просто пропустим за неимением времени. Ну и вот в подростковом возрасте перед семьей стоит двойная задача воспитания. С одной стороны, нужно в противовес внутреннему хаосу создать светлую и творческую силу, найти для души такое увлечение, которое могло бы облагородить и успокоить ее, а с другой стороны, необходимо сгладить скачки настроений в доступном занятии. То есть для подростков как раз он рекомендует спорт, искусство, экскурсии, и юношеские организации, которые могут понять в деле обуздания буйства сил. Семья не должна вмешиваться без крайней необходимости в личную жизнь подростка. Понимаете, без крайней 15 минут. Хорошо. Ладно, тогда теперь я закончу то, что я хотела сказать о Зиньковском. Там еще многое можно было сказать, но нет времени. И вот немножечко поговорю о каких-то более практических вещах, потому что отец Василий все-таки был во многом теоретик, хотя он прозирал очень многие вещи, но вот реально с детьми он работал не так много. И вот, во-первых, я хочу немножечко сказать о том, как вот, ну даже, скажем, очень опытные учителя в преподавании православной культуры, вот в России, я просто там очень часто лекции читаю учителям по православной культуре, как это делать, и вот какие вот ошибки могут допускаться в смысле как раз вот подавления вот этого дара свободы. Вот совсем недавно я слушала лекцию одной, ну как раз вот очень талантливой учительницы-методиста, и она вот, ну как раз это был мастер-класс, она учила других учителей, как надо вот там, скажем, проводить урок. Она давала примеры уроков. Вот, например, такой урок. Она рассказывает там о том, вот как плохо вот эти вот куклы-ведьмы использовать, там всякие там страшные игрушки, и вот она начинает с того, что вот вы понимаете, что вы потомки князей, то есть сначала вот тема войны, 18-го года, героизма, что, в общем-то, вдохновляет детей до какой-то степени правильно. Потом она им говорит, вы понимаете, что вы их потомки, герои, и вы должны поэтому вот, ну, отбросить вот это всё. Ну, с одной стороны, конечно, в общем, давление очень сильно идёт, потому что, ну вот в военную ситуацию дети вовлеклись, всё это достаточно красочно описано, и вроде бы как ребёнок и готов вот пойти за этим призывом. Но с другой стороны, понимаете, вот тут вот ряд натяжек. Ну, во-первых, далеко не все ощущают себя потомками князей. Уже маленькая натяжечка. Уже то, что в душе ребёнка может какую-то зазубринку сделать. Второе. Понимаете, вот это вы должны. Вот это вот тоже совершенно неправильный ход по отношению к детям, особенно к подросткам. Понимаете, как вот педагогически неправильно построенная ситуация, потому что мы фактически оказываем давление на этих детей. Вы должны. Ну да, фактически вот то, о чём мы говорили, до какой-то степени мы им прививаем комплекс вины. Вот вы потомки героев, а вы там с этими всякими чудиками играете, с ведьмами, куклами и так далее. Вот. А значит, вот всё отбросить, вы виноваты. Всё отбросить. И вот стройными рядами там церковь или куда-то. Но вот, понимаете, вот тут вот как раз свобода нарушена. То есть посыл правильный, но неправильно всё это даётся. И вот таких педагогических ошибок, это вот я говорю, очень такая известная, очень хорошая учительница, которая многим лекции тоже читает. Но вот неправильный посыл. И вот как раз именно в вопросе свободы. Если вот говорить о как раз ситуации несвободы, то я тоже приведу пример. Вот самая, пожалуй, крайняя ситуация несвободы – это возрастание ребёнка в асоциальной среде, когда вот там алкоголики, воры и так далее. То есть ребёнок обычно брошен и, в общем-то, вырастает, как правило, либо тем же алкоголиком, либо вором и так далее. Но есть ситуация, которая называется «жизнестойкие дети». Психологи знают этот термин. «Жизнестойкие дети» – это примерно одна десятая этих асоциальных детей, которые даже в таких страшных условиях всё-таки вырастают нормальными людьми. То есть они до какой-то степени получают образование, в общем, создают семью и так далее. И вот этот феномен «жизнестойких детей» опровергает как раз тезис о том, что именно социальная ситуация полностью, так сказать, определяет то, каким ребёнок вырастет. То есть ребёнок всё-таки из этой ситуации крайней не свободы, эту свободу обретает. И вот когда анализируется феномен «жизнестойких детей», то обращают внимание, во-первых, на то, что такому ребёнку для того, чтобы стать нормальным человеком, а в той ситуации это именно подвиг, нужна обязательно личность какого-то взрослого, которому он будет очень доверять и на которого он внутренне будет опираться. То есть вот, понимаете, сам по себе ребёнок маленький, без помощи взрослого не может подняться вот из этой трясины. И вот когда сейчас во время организации уроков опираются на различные технологии, а не на личность учителя, то это, к сожалению… Ну, сейчас я уж поговорю, в крайнем случае останусь без вопросов. Я просто кратко скажу то, что хотела. Вот, и когда, так сказать, на обучающем делаются технологии в наше время, то это как раз глубочайшая ошибка, потому что никакими технологиями личность человека не воспитать. Личность человека может воспитать только личность другого человека, потому что каждый человек несёт в себе образ Божий в той или иной степени. И вот другой такой очень серьёзный пример – это деятельность Бруна Бетельгейма. Тут как раз, я думаю, что следующий докладчик больше об этом скажет. Ну, не о Бруна Бетельгейме, а вот работе с такими детьми, которые получили какую-то внутреннюю психологическую травму и которые пережили какие-то страшные ситуации или просто были исковерканы в семье. Причём вот пример такого коверкания один я вам приведу. И он для вас, я думаю, покажется достаточно странным. Папа, так сказать, ну, видимо, начитавшись каких-то веяний свободных, всё время предоставлял ребёнку право выбора. И он даже специально, как бы так сказать, пытался показать, что он слабый. Вот, например, он всегда, если играл в какую-то игру, он ребёнку поддавался. Если, так сказать, тот его ребёнок, о чём-то я спрашивала, он тоже говорил, что не знаю, может, ты сам на этот вопрос ответишь. И в результате вот этот ребёнок попал в школу Бруна Бетельгейма к детям с очень большими психическими расстройствами. Ну и вот эта школа, которая существовала, ну, сам Бруна Бетельгейма, о нём я уже когда-то упоминала, будучи здесь в Эстонии, это уникальная личность, и, конечно, о нём можно много говорить. Сейчас я этого не буду делать. Он, в двух словах скажу, что он пережил концлагерь для тех, кто не знает. И потом вот в Америке он организовал такую артогеническую школу, в которой вот он этих расстроенных, в смысле вот троичность нарушена совершенно, детей всё-таки до какой-то степени ему удавалось собирать и приводить к нормальной жизни. И вот я тогда, может, просто вкратце скажу о результатах, не буду примеры приводить, потому что времени нет. То есть вот если проанализировать систему Бруна Бетельгейма, то можно прийти к таким выводам. Во-первых, у него у самого есть книга «Не только любовь». Понимаете, мы сегодня говорим о любви о любви, а вот Бруна Бетельгейм, который, собственно, вот эту всю свою школу построил на любви и много лет работал над восстановлением детей, он написал книгу с названием «Не только любовь». Почему? Дело в том, что вначале, когда он, так сказать, начал это всё делать, он делал это как, так сказать, противоположность концлагерю. То есть в концлагере личность уничтожается, он сам всё это пережил. Будучи психологом, он всё это проанализировал. И он решил сделать обратный ход, он решил организовать школу, которая как раз бы личность восстанавливала. И там не было абсолютно никакого давления на ребёнка. То есть ребёнок там хотел ходить в школу, ходил. Не хотел – не ходил. Там ему совершенно не запрещалось ничего есть. Он мог, например, у него вообще была специальная сладкая комната, в которую дети заходили, а там были грудами наложены печенье, разные конфеты. Ребёнок в любой момент мог на врач его ходить, есть. То есть там была такая, в этом смысле, свобода. И вот он даже, знаете, отделил этих детей от родителей, точнее, учителям не разрешал общаться с родителями, потому что он просто проследил, как психолог, что часто дети, которые в конфликте внутреннем с родителями, используют свою учёбу как средство наказания родителей. То есть я получаю двоек, и пусть они знают, как мне тяжело и так далее. И вот он не разрешал даже учителям общаться с родителями. Но это интересно, что потом он всё-таки сделал такой вывод, что одной такой любви мало. То есть вот когда детям максимально, под нашим детям все максимально проявляли любовь. То есть и он сам, и воспитатели, и различные ситуации разруливались в этой школе, но тем не менее оказалось, что этого мало. И вот он начал говорить о том, что всё-таки нужно детям жить с родителями, даже вот несмотря на эти конфликтные ситуации. Почему? Ну это правда в его книге не описано, он просто как практический психолог это всё описывал. Но можно сделать такой вывод, что именно у родителей есть ожидание хорошего от своих детей. То есть вот если без родителей, то там всё как-то совершенно разваливалось, и в общем-то дети деградировали, несмотря на то, что вроде бы сначала они восстанавливались, исчезали их какие-то внутренние страхи, им как-то становилось легче жить, но потом всё развалилось. И вот фактически к чему можно свести систему Бруна Бетельгейма? Во-первых, необходимо для каждого ребёнка должен существовать взрослый, который послужит ему каркасом для собственного личностного становления. Вот так же, как у жизнестойких детей, понимаете, должен быть какой-то взрослый. И если вот у таких вот детей с психическими расстройствами это очевидно, то вот могу сказать, что если для здоровых детей это не очевидно, это не означает, что не нужно, чтобы существовал взрослый, который действительно служил бы опорой. То есть вот личностный пример кого-то, кого лично ребёнок принимает, он необходим для того, чтобы ребёнок развивался как личность. Второй тезис – это вот тоже то, что отвечает на вопрос Зиньковска, точнее вопрос не задан, но он как-то, я бы сказала, описан как по желанию Зиньковского, но не описано, как всего этого добиваться. То есть вот как ребёнка воспитывать, не давя на него. И вот Бруна Бетельгейм приходит к выводу, что мы должны верить, точнее он пишет об ожиданиях наших, ну а я вот используя православную терминологию, применила бы слово «верить в ребёнка». Верить в ребёнка, и тогда вот, понимаете, вот если эта вера есть, то есть вот да, вот ты сейчас поступил плохо, вот сегодня наши батюшки как раз об этом говорят, да, сейчас ты поступил плохо. Ну понимаете, я вот не давлён на тебя, но я жду и верю. И даже вот если ты не будешь этого говорить, но эта вера у тебя в душе есть, вот ребёнок всё равно будет изменяться, понимаете? Ну другое дело, что иногда приходится долго ждать, и это очень тяжело, но понимаете, вот без веры в ребёнка мы действительно ничего для него не сделаем. Вот это вот, можно сказать, основная вещь. Ну и тут опять же возникает вопрос, а где же взять силы для этой веры? Где же взять силы для того, чтобы вот так вот восторженно с одной стороны, с другой стороны с пониманием и бережно относиться к ребёнку? Ну и тут вот как раз ответ отца Василия Зиньковского. Именно в церкви, в церковных таинствах мы обретаем возможность вот так верить в ребёнка, зная, что каждый ребёнок – это образ Божий. Спасибо. На этом я закончу. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я думаю, что время для одного хорошего вопроса у нас есть всё-таки. Есть вопрос из зала? Ольга Леонидовна, очень важная вещь, вот из первой части по трудам отца Василия. Прочтите, пожалуйста, предложение, его цитату по поводу личной духовной свободы. Это очень важно. Будьте добры, найдите это место. Сейчас я постараюсь. Наверное, вот это. Нелегко воспитывать детей в свободе и к свободе. Да, это? Нужно много терпения, разума, прозорливости, чтобы дать детской душе самой опознать свою неправду в каком-либо действии. Чтобы отделить свободу от произвола и своей воли, но не приучая к свободе и ответственности, нельзя дать простора для укрепления духовной жизни. Да, вот тут как раз об ответственности, о которой вы говорили. Ещё раз последний вопрос. Ага, но не приучая к свободе и ответственности, вот то есть, понимаете, вот действительно, я сегодня об этом говорил фактический отец Калисан, что вот ответственность, она фактически вот и связана вот, ну, фактически со свободой. Не приучая к свободе и ответственности, нельзя дать простора для укрепления духовной жизни ребёнка. Спасибо вам большое. Спасибо.